Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня обзор новых беспроводных наушников Realme Bats R6 Pro. Отличный шумодав, качественная и продуманная сборка, большое количество различных настроек звука под себя, очень добротные микрофоны и множество приятных мелочей в использовании. Давайте не будем затягивать и приступим к обзору. Погнали! Приходят в небольшой белой коробке, внутри гарантия с инструкцией на русском языке, кабель зарядки, сами наушники и два дополнительных комплекта амбушюр разных диаметров. Кейс глянцевый, стандартных размеров, пальчики собирает хорошо. Есть один светодиод, который оповестит о подключении наушников, завершении зарядки или, наоборот, о низком уровне заряда. Сбоку имеется одна физическая кнопка, при трехсекундном нажатии переведет наушники в режим сопряжения, при этом индикатор будет моргать белым. Если удерживать 10 секунд, произойдет сброс до заводских настроек. Зарядка производится через порт Type-C. Кейс спокойно открывается одной рукой и где-то на середине уже срабатывает доводчик. Крышка в открытом состоянии фиксируется отлично. Наушники внутри сидят как приклеенные, сколько бы я их ни тряс, они так и не выпали, это хорошо. При этом из кейса достаются спокойно и без каких-либо усилий. Выпускаются в двух цветах, либо как на обзоре графитовый или классический белый. Ссылочки на покупку по нормальным ценам, конечно же, оставлю в описании к видео и закрепленном комментарии. Подключаются к смартфону довольно-таки быстро, примерно за 3-4 секунды. Ножка выполнена из такого же материала, как и кейс, а вот сам корпус уже более матовый. На каждом наушнике имеется по 3 микрофона. Основной разговорный снизу, второй сверху для шумоподавления и третий находится под амбушюрами. Управление производится через сенсорную панель на ножке, мы чуть-чуть попозже обязательно этот момент разберем. В ушах сидят отличные, при обычном использовании, при беге ничего никуда не выпадает, главное подобрать амбушюры по размеру. В каждом наушнике расположили по два динамика. 11-мм динамический, отвечающий за бас, плюс 6-мм микропланарный твиттер, который отвечает за средние высокие частоты. Вес одного наушника 4,8 грамма, кейс весит 38 грамм. Стандарт защиты хороший, IP55, но, друзья, это только у наушников, у кейса никакой защиты нет. Переходим к практике. Задержки при воспроизведении видео нет, тут все отлично. В играх небольшая все-таки дочувствуется. Пробовал включать игровой режим, отключать лдак, все равно слегка да есть. Ну а теперь давайте проверим качество микрофонов и разговора через них. Повторюсь, три микрофона в каждом ухе, активное шумоподавление до 50 дБ, на словах все очень круто. Что ж, друзья, микрофоны тестируем. Обстановка спокойная, находимся во дворе дома. Нельзя сказать, что прям идеальная тишина. Нет, здесь и ветерочек есть, задувает небольшой. Вот на листике можете посмотреть, цикады какие-то сверху шумят. Ну, смотрим, как отрабатывают микрофоны Realme Buds R6 Pro. В данный момент включен режим шумоподавления. Ну и, конечно же, давайте проверим, как микрофоны в экстремальных условиях чувствуют себя. Дорога, вот буквально тут, может быть, 10 метров до нее. Движение довольно-таки плотное в обе стороны. Еще и ветер довольно сильный. Можете посмотреть, вот здесь вот ветерок у нас тут задувает. Все, я не знаю, будет заметно или нет, но есть ветерочек. Пробовал я перед этим, смотрел. Мне показалось, что даже вот в таких условиях, так скажем, тяжелых, трудных, да, все равно голос различим вполне нормально. Здорово, слушай, наушники тестирую. Realme Buds R6 Pro. Как слышно? Слушай, слышно очень хорошо тебя, как будто с телефона. Да, по громкости достаточно, да? Да, я вот тоже по улице сейчас иду, все слышно. А шумы какие-то нет? Что? Ну, на заднем фоне чуть машина слышно, по-моему, был. А, немножко, ну, короче, без дискомфорта, так скажем. Да, да. Слушай, ну и тебя тоже слышно отлично. Здесь шумодав такой нормальный, в принципе, может быть, он помогает, конечно. Версия Bluetooth хорошая, 5.3, а значит и соединение лучше, и автономность. По кодекам все стандартно, два базовых плюс лудак. Соединение держит хорошо, на всей площади квартиры и даже на балконе разрывов не было. Да и на улице отходил почти на 70 метров, и наушники от смартфона так и не отвалились. Аккумулятор в кейсе емкостью 460 мАч, батареи в самих наушниках по 65. Зарядил по полной, громкость 60%, лдак включен, шумодав выключен. В таком сценарии полного заряда хватило на 5 часов, с кейсом, соответственно, где-то примерно на 25. Думаю, исходя из этих цифр, каждый уже сможет спроецировать автономность на свое использование. А пользуясь случаем, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Если хотите всегда покупать различные товары по низким аукционным ценам, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал «Скидоша», где я каждый день выкладываю отличные предложения со скидками, акциями, купонами, пермакодами как с Алиэкспресс, так и с местных маркетплейсов. И на мой телеграм-канал с анонсами всех видео, новостями цифрового мира и полезными инструкциями. Ссылки в закрепленном комментарии и в описании. Продолжаем. Ну а теперь давайте немного о музыке. Низкие частоты есть, в середине тоже все в порядке, звучание отличное. Запас громкости большой, я слушал примерно на 50-60%. А вообще до 80% громкости слушается очень комфортно. Вот выше уже да, верхи становятся слишком резкими, начинают бить по уху, но на, наверное, такая громкость подстоя не нужна. Я не меломан, друзья, обычный среднестатистический пользователь. Для меня звучание оставило очень приятное впечатление. А что еще радует, что есть огромное количество подгонки, так скажем, звучания под себя. И даже если из коробки вам звук не подошел, то все можно подстроить. Давайте как раз об этом сейчас и поговорим. Подключаются наушники через фирменное приложение Realme Link. И давайте посмотрим, что можно с его помощью настроить. Во-первых, можно посмотреть уровень заряда. Можно настроить шумодав, то есть выбрать между умеренным, средним, либо максимальным шумоподавлением, либо вообще выбрать динамическое умное изменение. Также, соответственно, можно персонализировать его под себя. То есть здесь какими-то алгоритмами. И дополнительно убрать шум ветра. Режим прозрачности также настраивается здесь. Тоже дополнительно убирает шум ветра. И убирает внешние звуки. И добавляет громкость голоса при необходимости. Далее эквалайзер. Можно выбрать из четырех установленных пресетов. Либо нажать эквалайзер. И настроить под себя его вручную. Что еще хорошо, после настройки вы сможете как-то его переименовать под себя. И уже потом он у вас останется в списке. И вы в любой момент можете переключаться между какими-то своими режимами, которые вы сами под себя настроили. Далее, друзья, золотой профиль звука. Втыкаем наушники. Включаем. Минут пять он там что-то трещит, пищит. И в конце выдает такой же профиль, так скажем, звучания, который подходит именно под вас. Пространственное аудио. Соответственно, звук вокруг. Можете включить. И будет казаться, что звук вас играет со всех сторон, а вы вокруг него. Здесь же включается кодок лдак при необходимости, но его можно и через блютуз включить. И опять же, можно подстроить басы, сделать их более насыщенными или наоборот поменьше. Здесь же можно активировать возможность подключения к двум устройствам одновременно. Хорошая функция, почему бы и не пользоваться. Проверить прилегание наушников. Также есть режим майндфлоу, то есть это белый шум. Хотите вы засыпать под звук дождя, например, включили, там побережье летом, и будет у вас накатывающиеся волны и все прочее. Это все вот такой вот белый шум. Ну а теперь давайте посмотрим, чем можно управлять с помощью сенсоров на задней стенке ножки. При входящих вызовах двойное нажатие принимает звонок, а еще одно такое же двойное закончит вызов. Длительное удержание сразу сбросит звонок. Теперь о музыке. Двойное касание паузы и воспроизведения соответственно. Тройное касание по левому трек назад. Тройное касание по правому трек вперед. Длительное удержание переключения между шумодавом, нормальным режимом и режимом прозрачности. При необходимости значение кнопок можно перестроить под себя. Жаль только, что нельзя одновременно использовать и переключение треков, и управление громкостью. Тут придется выбирать что-то одно. Еще хочется добавить, что сенсор срабатывает очень четко, и осечек у меня не встречалось. Автопауза есть. Подключиться к двум устройствам одновременно можно. Предупреждения о потере наушника, к сожалению, нет. Ну и подытожим, друзья. Вполне годные наушники, соединение держит стабильно, отлично работает шумодав, хорошее звучание, хорошие микрофоны и множественные настройки звука под себя. Из минусов, наверное, то, что нельзя одновременно настроить на сенсоре управления треками и громкостью, озвучивание переключения режимов женским голосом и невозможность включения шумодава, когда используется только один наушник. За свою цену, думаю, друзья, это хороший вариант. Спасибо, что смотрели. Ссылки на наушники и на мои телеграм-каналы в описании под видео и закрепленном комментарии. Всех благ вам и удачи. Пока-пока.